Принятие закона было обусловлено необходимостью оптимизации механизма распределения разрешения на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих убедях Тюменской области и обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам. Сейчас мы это разделили на два этапа электронных, то есть заявка. Вот здесь, когда надо четко понимать, охотник принес заявку на получение услуг от нас, то есть получить, скажем так, влезут в эту путевку, ему платить госпошлину не надо. То есть мы ее сперва рассматриваем, обсуждаем, что он просит действительно, запрос у него какой-то, можем, нет ли мы ему оказать эту услугу. Вот рассматриваем, да, услугу мы оказать можем и тут же автоматом заявление, мы уже его рассматриваем. Вот здесь уже надо уже платить государственную пошлину. То есть мы от этого ушли, вопрос этот сняли. Медведь у нас, значит, жеребьевка, да, мы принимаем заявки, оформляем заявление жеребьевку, это все, значит, жеребьевку, как бы этот лото, если уж таким шлангом выразиться, ну, счастливчики, кто получает у нас все документы, вот, ходят получать. Часть людей, и это, кстати, процент, особенно по медведю очень большой, не приходят получать. То есть мы их собираем, и на второй круг опять жеребьевка. Потом третий, потом уже осень, снег выпал, медведь уже в берлогу улег, а у нас еще этот процесс идет, как бы, ну, по закону так было положено. Поэтому принято, значит, решение проводить не более двух раз. То есть провели жеребьевку первую, значит, кто получил, кто не получил, на второй круг, и все, заканчиваем. Сразу человек приходит, заявки на жеребьевку первую, сразу в три района, на три вида и все, значит, прочее. Вот, поэтому мы считаем, когда первая поступила, то мы ее рассматриваем. Потому что нельзя сразу несколько, значит, районов жеребьевку проводить на ночь. Косудных на тех же, там, лося, кабаната, суре, там, вот этих всех. Поэтому, как бы, мы тут решили рассматривать только первую заявку. У нас две охоты, весенняя и весенняя, как вы знаете, да. За месяц начинается ажиотаж, вот, очереди, как здесь тоже видели, ранее были и все прочее. Мы подумали, посчитали, а почему бы нам с первого рабочего дня, нового года, не начинать выдачу. Что-то какие-то нормы, строгие, что ли, там, еще какие-то, значит, процессы, запятки какие-то есть, что ли. Поэтому мы, думаю, вы не вышли с этой, значит, инициативой, значит, начинать выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 9 января. То есть вот, и мы ее практически начали. И в чем еще инновация одна? В том, что мы сразу выдаем на весеннюю и на осеннюю охоты вместе. То есть одну госпошлину платить надо, один подход, все. Очень активный, очень активно получилось. Очень много заявок, заявлений, прям вообще. Мы сейчас даже боимся, что мы, значит, в осень делать были. Проблема опять. Есть определенная форма на заявку заполнять, которую надо очень часто, значит, нарушают ее сроки охоты. Там, значит, отмечают, значит, территорию, значит, пишут, в которой охотиться нельзя. Либо пишут виды, значит, охотничьих ресурсов, которые в жеребевку идут. Да, он пишет, как бы, обычно при нем, вот такие вот все, значит, основные манусьменты. Они четко не были описаны в предыдущем законе, потом их четко, попутно, пошагово прописали. Ну, первая подача заявки можно сейчас идти почтой. Тоже можно подать ее заранее, значит, как бы послать. Многофункциональный центр и РПГУ. В общем-то, я не скрою, нам бы хотелось, чтобы максимум заявок шло через электронные носители, через, то есть, РПГУ. К чему мы сегодня, значит, все наши силы направлены и стремимся. Потому что это самый эффективный, самый простой и самый доступный способ. Наши силы все заточим на то, чтобы электронно создать такие комфортные условия нашим гражданам, чтобы они все пошли через электронные носители. 15 дней, две недели заявка поступила, мы ее рассмотрели, все, заявление оформили. Две недели охотник не обратился. Мы повторно, значит, в интернет, значит, вставляем вот этот самый, значит, реестр и уже начинаем с ней повторно работать.